Было бы не было, было бы, было бы, было бы, было бы, не было, было бы, было бы. Привет, друзья, с вами дядюшка Розе, и это Night Clones, как бы сказал один РМТ-блогер. А поговорим мы сегодня о обновлениях в Night Clones. 26 марта. Что нас ждет? Это два события на 7 и на 14 дней. Где это мы можем увидеть? Мы нажимаем вот такой вот подарочек, листаем вниз, и видим одно событие на 7 дней за 2000 алмазов для создания артефактов. Потому что создание артефактов разных рунок, каждая профессия создает свои артефакты. К примеру, да, тут мы видим Двойной Урон Магу и Интеллект 1. Можно применить 45 уровня. На 14 дней всем-всем-всем работягам. Тут и золотка, и ресурсы, и также гача есть. Финальная награда, очень вкусненькая, 11 раз на оружие. Древний папирус для создания вещей, и не только. Новый триест. Вот он. Вам нужно потратить золото, получить предметы. Получаем также исток роста, который нужен для создания скиллов. Посещение гильдии, монеты гильдии. Охота на монстров. Победить монстров на арене. На арене. Спецподземелье. Спецподземелье. Ну, спецподземелье, да, но на арене надо будет попробовать пойти посотреть. Упасть в какую-то пачечку, но не уверен, что мы там выживем. В лесу тренировок. Двойные награды. Функция чатов добавляется. Можно прям в чате кидать репорты нехороших людей, которые спамят. Там всякие сайты предлагают какие-то услуги. Там, к примеру, да, мы заходим в чат. Видим тут. Вот не нравится он мне там. Пожаловаться. Подозрение ПО, да, такого в Ла-2 не хватает. Ненормативная лексика и реклама, там, к примеру. Если мы такое видим. Вот, смотрите. ММО, экспо, да? Что это такое? На, тварь! На, сука! И пойдет он в бан. Ваша борьба с ботами и вот такими людьми очень важна для экономики игры и жизни самой игры, ребят. Не сбрасывайте это со счетов. Если вы необычная, там, РМТ какая-то ферма, это вам нужно. Следите за порядком и такими людьми. Потому что, посмотрите, во что превратили эти бота-фермы Lineage 2 Mobile. Хоть она могла бы десятилетиями приносить удовольствие игрокам. Так, коллекция. Регенерация ХП, двойной урон добавлены. Также ошибки в игре какие-то исправлены. Надеюсь, я ничего не пропустил. Наконец-то купил вот этот скилл. Конечно, он, так сказать, видимо, иногда срабатывает очень нехорошо. Никогда нужно. Хотя бы он должен срабатывать. В начале моба вот сейчас должен сработать. Просто связочка скиллов. Вот сейчас так более-менее связочка скиллов. Видим, я почти 41 левел. Играем, наслаждаемся. Докупил сережку. Да, сделал третьи серьги. За счет донат-магазинчика. Тут была гача бесплатная для работяг. И за 100 алмазов можно было приобрести, ну, 2 бежишки. Брошь и талисманчик. Можно было за 100 алмазов приобрести. Я в дискорде писал. Я в дискорде писал. Обновился мазин. Заберите гачу вкусненькую. И талисман. Но на 4 не хотят заходить. Также в группе дискорд интересная информация. Я добавляю. Буду добавлять еще информации. Про то, что там. Как точить. Какие шансы. Что лучше. Также нахожу видео других стримеров. Тоже закидываем в общий чат. В дискорде. Если там они полезное что-то рассказывают. Давайте заглавы поговорим. Кто-то проходит какую-то там 25 главу. Кидает метку. Поделиться метку. То же самое, когда вы проходите задание. Обращайте особенное внимание. Мы находимся в этой зоне. Кидаю, чуваки, метки. Бьете туда. Быстрее будете проходить задание. Потому что задание считается за одну тычку по мобу. Неважно кто его убил, добил. Нанес больше урона. Давайте поговорим про арену. Я кстати этого человека. Тримера скидал видео в общий чат. Все кто находится в группе дискорд дяди. Я буду делиться тут информацией. От вас тоже жду. Какой-то инфы. Потому что мы сообщество. Игровое сообщество по играм. Онлайн так и не онлайн. О чем он там вещает в этом видео. Есть межсервер и ваш сервер. К примеру, межсерверная арена. Вот сороковые уровни монстров. Тут есть такие монстры. Чимпы. Уникальные. Ну типа босики. Из них часто выпадают вот такие фиолетовые штуки. Вот эта фиолетовая штука очень нужна. Профессии. Вот к примеру 75 штучек. Где их брать. Вот таких чем поу. И о чем этот человек вещает. То бишь в этой зонке могут бить вот такого монстрика. Он как мини босс. Его будут долго бить. И вы можете собраться на какую-то высоту. К примеру вы там с тиммейтом с кем-то. Не знаю по какой-то наводке. Знаете в этой области бьют монстра. Этого что вам нужно. И лететь на него. Конечно это надо высчитывать тайминги. Чтобы прилететь. К примеру видим изи. Бьет монстра. Мы можем нажать на монстра. И видеть его хп. Именно зеленый глайдер. Вы можете парировать. Над этим монстром. Пока бьют его. Когда вы видите. К примеру что добивают этого монстра. Вы нажимаете F. Падаете. Прям на монстре. И нажимаете G. Один раз. С этих монстров. Чемпо. Там не считается урон. Твой наносимый урон. К примеру. Как. Линейдж 2 мобайл. Кто нанес больше всего урона. Тому и все плюшки. Тут с боссов дроп выпадает на пол. И каждый может его подобрать. Не важно кто нанес больше всего дамага. И дроп раскидывается по большой площади. И то бишь таким образом парируя. Высчитывая тайминги. Вы можете живиться очень вкусным дропчикам. Таких чем пол. Но если вас будут потом забивать на сервере. После такого. То не знаю. Делать не делать это ваше дело. То бишь об этом. Хотел я вам рассказать. Теперь. Дальше. Гильдия. Я ребятам. Так как закрыт набор на сервер. Очень сложно. Добрать людей. Которые будут качать гильдию. Члены гильдии. Понимаю. Тут половина ребят. Которые смотрят меня. Можем видеть под вкладом. Кто тут самый активный. Кто играет. То что делает. Вот чувак писал. Тоже знает меня. Но два дня что-то его нет. Видно наигрался уже. В Night Clones. Про что я хочу поговорить. То бишь. Есть много гильдий. 38 левел. 24 на 7. Дис. 5 левел уже. Чем хороши эти гильдии. То что у них уже выкачана гильдия. Открываются приказы. Там особенности. Там закрытие разных кол. Также они ходят на боссов. С которых выпадают интересные темы. Вот видим. Вот это интересно. Это всем дается такой ящичек. За это сердце можно создать. К примеру. Гачу на мечи. 110 ядро безумия. И вы получаете 100% фиол пушку. Если это каждому выдается такая награда. Видимо может 1-2. По любому через 110 хождений на босса. Вы получите фиол пушку. Но также вы можете попытать удачу. До создания всего 5. Можно 5 походов. То я задал ребятам вопрос. Так вот клановый канал. 2 человека всего зашло. Я пишу в гильдии. Чтобы писали мне. Если вы в гильдии. Напишите в общем чате в гильдии в игре. Дискорд. Тут вы можете написать мне. Я добавлю вам клановые. Ну каналы клановые. Голосовые и текстовые. Тут я задал ребятам вопрос. Потому что мне как бы все равно. Я играю в Night Clones до выхода ТЛ. Я никуда не спешу. Мне и так все нравится. Все качаемся. Там проходим квестики. Идем. Но хочу узнать. Согласие ребят. Как бы демократия. Вся фигня. Я голосую за то. Чтобы распустить гильдию. Я перекину на льта гильдию. И все. И выйду. И пойду в какой-то. Вступлю в ПВЕ клан. В котором буду иметь плюшки. Которые мне помогут качаться. И плюс гильдии. Это клан Дайк. Знаний. Там идет постоянное общение. То что выбил. То что купил. То где пошел. Там пати. На прохождение. Сюжетки. И все такое. Ну. Каждый должен. ММО. РПГ. Обязан. Ну. Играть. Если ты играешь. Ты должен находиться в гильдии. И взаимодействие. Сахильдийцев. Это очень важно. То. Ребят. Я задал вопрос. Если вы не ответите. До. Девяти. Пятьдесяти. Завтра. То я просто перекину на льта. Клан. И выйду. Если вы напишите. Нас все устраивает. Играем дальше. Там откроются сервера. Наберем людей. Качнем гильдию. Пофиг. Тяжело. Зато в хорошем коллективе. С хорошими людьми. Не забывай. А. Вторая вещь. Которая выпала с сундука. С полем. Перчаточки. Да. Видим. Не забывайте точить вещи. И продавать. Смотрите. На рынке. Видим. 10 алмазов. Но. Если мы посмотрим. Переточенную. То. 43 алмаза. Средняя цена. За вчера. 84. Берем там 48. Примерно. Тоже плюс 50 алмазов. Очень хорошо. Пока тестю локи. Смотрю. Изучаю. Примерно. Ура. ливо team. Он. В ого. Заfire. impat toppings. Вверх. Ура.